У нас есть, кроме Юлии Зари, еще одна коллега, которой мы гордимся не только за ум, но и за красоту. Она, например, научилась дрессировать депутатов. Итак, Даша Селфи. Она научилась, как работать с людьми, которые выворачиваются от законов, прогуливают работу. В общем, обладают всеми возможностями для того, чтобы развлекаться, как они хотят, а теперь они делают то, что им говорит Даша Селфи. Смотрите. Меня мои подружки попросили у депутатов узнать, как же просить деньги у мужчины на мелкие расходы. Нет, ну это же какое надо быть наглой, чтобы задавать такие вопросы депутатам. Как правильно просить у мужчины деньги на мелкие расходы, так, чтобы он мне ни в чем не отказывал и все покупал? Можно на украинский язык? Я даже погано разумевляю. Давайте, давайте. А давайте я буду учить. Давайте я вас буду учить. Здравствуйте. Как сделать так, чтобы человек... Чтобы человек давал вам деньги на дребні вытраты. Кому? Мне. Я буду просить. Отлично вы будете просить у меня? Не, не у вас, у мужчин. А могу у вас. А вы дадите мне денег? Не знаю, не пробовала. Поэтому с меня здесь плохой будет советчик. Я привыкла сама зарабатывать деньги. На весь это серьезные рациональные аргументы какие-то. А в мене не просят кошти. Я так их даю. Найкраще это будет так, чтобы человек не чекал, кого у него попросить. Ну, треба, чтобы он у вас был закоханный. Ну, если эта девушка знает мужчину, а мужчина знает девушку, то она должна знать, как это делать. Если муж любит жену, то, по-моему, он сам должен чувствовать, когда жене нужно дать денег. И у нее должно быть денег достаточно, чтобы она не попрошенничала. Какая одежда на женщине больше всего вас раздражает? Какой одежда на жене? На жене. Мне. А я к украинскому раздражаю? Не подобается. Давайте так, да? Вот в чем мне должна женщина ходить? В паранже. Это зависит от века, от характера женщины, от статуса женщины. Например, в Верховной Раде, если сказать, да, что меня дарит, когда женщины приходят почти без одежды. Меня в женщине раздражает вульгарность. Но это понятие для каждой женщины специфическое. Одна, вернее, разные женщины могут одевать одни и те же вещи. На одних они будут смотреться, на других они будут смотреться вульгарно. Глубокие вырезы, короткие юбки. Вот, поэтому, знаете, я больше придерживаюсь стиля Шанель. Мне подобаются гарничинки. Очень много журналистов приходят в Верховную Раду в очень коротких платьях, с вырезами на спине, декольте. Ну, не знаю, может, они мужа тут еще? Не исключено. Ну, или возвращаюсь к первому вопросу, может, немножко наличных денег. Так, я еще не видел. А хотите, я вам покажу? Покажете. А когда вы вернетесь? Я вам покажу, я знаю, где они. Очевидно, у них логика есть такая, что они хочут познайомиться, найти какого-то богатого человека. Так это уже все практически женаты. А вторая половина, наверное, разведенные или вдовцы. Ну, знаете, у меня молодая, красивая жена. Я не обращаю внимания на других жителей. Сегодня депутаты ответили на все мои вопросы и даже дали совет. Да-да, это реально тот случай, когда депутаты помогли народу. До завтра, мои хорошие. Редактор субтитров А.Семкин